Долг отца лежит на сыне. Жена отвечает за мужа. Тимуджин, который родился в эпоху взаимного истребления различных степных племен, не унаследовал от отца ни скота, ни слуг, ни верных ему людей. Зато в наследство ему досталась вражда, посеянная его предшественниками. И те, кто искали расплаты, сеяли новые семена вражды, которая могла быть смыта лишь кровью. Чингисхан Главный руководитель проекта – Чжан Гуамин. Идея – Гэцзянь. Сценарий – Шу Чжисянь, Чжу Яутин. В главных ролях – Ба Лин, Сажень Гауа, Джао Хэньсюа. Главный оператор – Гэ Житу. Постановка трюков – Цэ Вэйчун. Музыка – Чжан Чаньи. Главный продюсер – Батыр. Режиссер – Чжу Вэйн Сэн. Пятая серия. Вождь! Вождь! Тему Джин и его люди приехали за невестой. Сколько их? Десять с лишним. Нападем на них. Боюсь, не выйдет. Там Дэй Сэ Чэн с женой и несколько десятков воинов-унгератов. Наша задача – украсть невесту. Какая разница, сколько их? Вот что кто. Если мы нападем на них, нам придется сражаться с унгератами. А с ними лучше не связываться. Но мы ведь собираемся украсть невесту, которая из рода унгератов. Нет, это не одно и то же. Если мы ее отобьем у Чемчу Джина, тогда она монголка. Вождь Дайру Сун, верно говорит. Брат Челегер, невеста красивая? Да, красивая. Это хорошо. Украдем невесту и женим тебя на ней. Согласен? Хатай, проследи за Чемчу Джином. Как только не разобьют стоянку, сразу доложишь мне, понял? Да. Дайру Сун? Я. Разобьем стоянку здесь. У меня достаточно терпения для того, чтобы дождаться, когда унгераты покинут Чемчу Джина. Разбиваем стоянку здесь. Ты изменилась за девять лет. В какую сторону? Стала некрасивой? Наоборот, еще красивее. Ты мне нравишься еще больше. Со временем я стану старой. Буду ли я тебе так же нравиться, как и сейчас? Не болтай ерундой. Все эти девять лет я думал о тебе. Ты мне веришь, да? Нет? Нет, я верю тебе. Мне смешно, потому что я вспомнила твой вид, когда ты приехал полмесяца назад, чтобы жениться на мне. У меня был глупый вид. Я ведь все это время помнила маленького братика, который засыпал меня разными вопросами обо всем. Не ожидала увидеть перед собой настоящего, большого и сильного мужчину, который сказал мне, что он и есть мой Тимуджин. За девять лет тебе пришлось пережить немало. Почему ты не пришел к нам в Холунбуир? Мы бы тебе помогли. Настоящий мужчина должен быть самостоятельным. Если бы я пошел по людям, как попрошайка, я бы лишь стал посмешищем в глазах других. Волк не съест гончую. Буря не собьет орла. Вечное небо наконец-то снова послало мне тебя. После того, как перейдете реку, путь станет легче. Мне нужно присматривать за землей и с котом, поэтому я не могу провожать вас дальше. Отец! Борте, не переживай. Мать проводит вас дальше. Отныне ты часть монгольского племени. Теперь я буду думать только о том, чтобы ты хорошо заботился о Тимуджине. Постарайся забыть обо мне, о своем отце Дайсе Чене, о своей матери и о месте, где ты родилась, в Холунбуире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это свадебное подношение от меня и Дайсы Чене. Пожалуйста, госпожа, возьмите. Даха из черного соболя? Как же мы можем принять такой дорогой подарок? На самом деле, изначально эта даха принадлежала племени монголов. Сам хан Амбагай носил эту даху? Да, когда хан Амбагай воевал с татарами и чучейнями, он часто надевал эту шубу. На третью годовщину его смерти вы, кияды, воздвигли в его честь надгромный камень высотой в 9 футов. Вы позвали Дайсы Чена, чтобы он выгравировал 99 киядских слов, и он потратил 9 дней и 9 ночей на это. За эту работу в качестве благодарности ему подарили эту соболью даху. Поэтому можно считать, что сегодня одна вернулась к своему хозяину. Надеемся, что Тимуджин выполнит завет хана Амбагая и совершит подвиги, которые потрясут мир. Благодарю вас, теща. Тимуджин Прошу всех возвращаться назад Дорогая родственница, счастливого пути Я больше месяца доставляла вам неудобства Пожалуйста, все возвращайтесь Борте, позаботься о своей свекрови Борте, я поехала Темуджин, отправь эту даху в качестве подарка Названному брату твоего отца Кераицкому хану Таарилу У нас сейчас мало людей сил И нам нужна поддержка сильных людей Племя Кераитов Вож Кераитов хан Таарил Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, это отличная вещь Желаю вам процветания Жахе Ганбу Дай гостям место сесть Я хочу достойно принять сына Ясугая Давай, давай, прошу, садись там Хан Таарил Вы названный брат моего отца Стало быть, теперь вы мне за отца Поэтому, увидев этот подарок Который моя жена преподнесла моей матери В качестве свадебного подношения Первым, про кого я вспомнил, были вы Эти годы нашему роду пришлось туго Поэтому у меня не было возможности Выразить вам свое сыновье почтение Пусть эта чарка молочной водки Послужит нашим извинениям хану Таарилу Тимуджин, славный сын мой Бог свидетель Все эти годы мы с твоим дядей Жахе Ганбу беспокоились о тебе Но вы так часто меняли стойбище Что найти вас было трудно Твоя мать сильная женщина Хоть ты считаешь меня как за своего отца Я не помог тебе чувствую вину Перед своим братом и перед твоим отцом Сын хана Таарила Шанкун Брат хана Таарила Жахе Ганбу Наш отец хан Таарил преувеличивает Сейчас все хорошо Наконец-то у меня есть шанс Сделать хоть что-то для моего погибшего Названного брата Вы мне словно родные, сын и дочь Нет, даже более дороги, чем мой родной сын Шанкун Мой отец говорил Что он поможет тебе собрать людей Которые ушли из племени И поможет объединить твой рассеянный улуз Да Мы, отец и сын Обязательно поможем вам восстановить Былое величие племени Хан Таарил, отец А ты мне моего отца, дух которого покоится на небе Спасибо тебе за огромную честь, оказанную мне И за данное тобой обещание Невестка, что с вами? Вы заболели Племя меркитов Войны меркиты Двадцать лет назад Ясугай украл невесту моего брата Челиду Айлун Сейчас дети Ясугая уже выросли И наступило время для нашей расплаты с ними Поднимем наши мечи и убьем всех мужчин-монголов Которые повстречаются на нашем пути Хватайте все, что попадется вам под руку Берите любую монголку, которая вам приглянется Мы, сторицы, отплатим наш долг Ясугаевым детям Вперед! Брат Тимуджин, вот мой шатер Мой дядя уже распорядился по поводу устройства на ночлег Твоих двух мукеров Как хорошо, что вы трое братьев можете сегодня ночевать вместе со мной Располагайтесь Спасибо за твою добрую заботу о нас, брат Госпожа! Госпожа! Что случилось, Хачхин? Очень много всадников скачет сюда Госпожа Айлун, всадники собираются напасть на наш лагерь Всем прекратить кричать Борчу, отправь кого-нибудь найти Тимуджина Хачхин, быстрее отгони скот и присмотри за борты Все остальные идут за мной к горе Бурхан Младший брат Тимуджина, Тимуге Мама, что будем делать с юртами и с хатом? Бросайте все, кроме лошадей, луков и стрел Остальное подожгите Хачхин, быстрее! Все слушайте меня Гора Бурхан поможет нам Она укроет нас А сейчас постарайтесь найти укрытие в горной расщелине И соорудите палатки из хороста Проверьте, все ли здесь Где моя невестка и Хачхин? Борте, куда подевались Борте и Хачхин? Чу-чу-чу Пошла Пошла Ну, быстрее Вот они, вот они едут А, мы их поймали Вон вторая жена Исугая А это Борте, жена Тимуджина Уводим их Уводим, уводим Тетя и братья мои славные Дух убитого Челеду наконец-то сможет найти прибежище на небе Обида, нанесенная нам 20 лет тому назад, наконец-то отплачена Я за тебя украл вторую жену Исугая и невесту его сына Теперь, наконец, твоя душа может спокойно покоиться на небе Мама, брат, мы не пустили кровь выродкам Исугая Простите меня за это Брат Челегер, я вождь Меркитов обещаю тебе, что наступит день И я положу голову Тимуджина на алтарь наших предков Чтобы успокоить их усопшие души Худу, сделаем вторую жену Исугая наложницей дяди Хаатая А невесту Тимуджина сделаем женой дяди Челегера Да Вот что, кто? Что? Мне она не нужна Исугай украл у твоего брата его невесту, а ты женишься на ее невестке Разве это несправедливо? Я всего лишь обычный простолюдин и не пара невести потомка золотой семьи Да и Русун Челегер, ты воин Меркит Но тот, кто питается дикими грызунами и мясом диких животных Как может посягать на благородного лебедя? Не говори чепухи Исугай никогда не был ханом Тимуджин же лишь жалкий бродяга И отчего же Борта может считаться какой-то там принцессой? Да, даже если и так, почему мы, Меркиты, должны питаться лишь грызунами и козами? Ты просто слабак Но сегодня я нарочно заставлю тебя съесть лебедя Хатар, послушай, Челегер, отчего ты еще более робок, чем твой брат? Прижми ее к своей груди, сразу и узнаешь, подходишь ты ей или нет Сын хана Тохта Ахуду Дядя Челегер, на бескрайних степных просторах правят сильные Они и становятся ханами Почему же только монголы могут править? У нас, Меркитов, сейчас сильная армия И мы можем завоевать всю степь и сделать всех красавиц нашими наложницами Послушай его Даже у твоего племянника, которому нет еще двадцати, больше смелости, чем у тебя Так и порешим А теперь идем пировать Отец, а что нам делать со старой служанкой? Убейте ее Отдай ее мне Но ты ведь питаешься только грызунами и козами Убирайтесь Вы все убирайтесь Да А ты красивая Снимай одежду Снимай, говорю, снимай Снимай одежду Быстро Снимай одежду Прошу вас Пожалуйста, отпустите меня Именем Ясугая прошу вас Что? Именно из-за Ясугая я тебя не отпущу Снимай одежду Снимай 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 Какая упрямая Значит, не хочешь быть моей наложницей? Ладно Хорошо Эй, стража Мы здесь Уведите ее отсюда И пусть каждый из меркитов проведет с ней ночь Пошли Отпустите меня Не делайте этого Прошу вас Не делайте этого Не надо Ладно Идите Помогите Могите 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 �tery Могите Синий Карие Девчон Спасибо В Синий Девчон Скотина, кем вы, Меркита, себя возомнили? Как вы посмели украсть жену вождя золотой семьи монголов? Тимуджин и его братья-герои степи. Да если вы пальцем меня тронете, они скромсают вас на мелкие кусочки. Убирайтесь вон! Убирайся быстрее! Убирайся! Иди, охраняй дверь и никого не впускай. Он послушался тебя. Сидит снаружи. Госпожа, пойдемте вон туда. Присядем. Для Тимуджина нападение Меркитов стало громом среди ясного неба. Это нападение заставило Тимуджина изменить тактику. От уклонения от сражений он перешел к агрессивному нападению. И это ознаменовало начало его настоящих сражений, которые сопровождали его всю жизнь. Великая гора Бурхан, ты помогаешь всем нуждающимся в самые трудные моменты. Ты всегда защищала нас. Так пусть твоя забота о нас снова поможет нам отомстить Меркитам и вернуть нам наших любимых. По коням! Где Муджин? У тебя слишком мало людей. Эй! Чилигер! Ты еще не ложился спать? Что ты здесь делаешь? Я слишком много выпил. Меня мутит. Да? А как твоя добыча? Уступила наконец? Да, она хороша. Атай отлично придумал. Жена Исугая никак не хотела лечь к нему в постель, так он приказал вытащить ее на улицу и пригрозил, что заставит всех Меркитов переспать с ней. И то и ничего не оставалось, как согласиться. Как тебе такой способ? Почему тебе? Тоже не попробовать? Нет, Борта ко мне очень хорошо отнеслась. Я приведу с собой приятелей, и мы поможем тебе преподать ей урок. Позвольте мне, у меня неплохие отношения с Чилигером, поэтому я просто обязан помочь ему. Нет, нет, я сам справлюсь. Ладно, коль так, так и нечего огород городить. Хорошо, Чилигер, хватит слоняться без дела. Не заставляй скучать свою красавицу. Тимуджин! Тимуджин скачет! Тимуджин скачет! КОНЕЦ Вождь, Тимуджин здесь? Без паники. Что делать? Буду. Отец, быстро собирай людей. Мы поймаем Тимуджина и покончим с ним навсегда. Да, отец, воины Меркиты, за мной. Есть. Быстрее, быстрее! Поймайте Тимуджина, не дайте ему уйти. Брат, Меркиты оказались готовы к нашей атаке. Что будем делать? Будем прорываться. Вперед, вперед! КОНЕЦ Поехали! 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 Вождь! Уже стемнело, мы не можем преследовать их дальше. Не переживай, сын. Пока его жена в наших руках, Тимуджин рано или поздно все равно придет к нам за своей смертью. Поехали! 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 Тимуджин, у тебя слишком мало людей. Таким наскоком нам не спасти Борт и остальных. Жестокое поражение, которое Тимуджин потерпел от Меркитов, открыло ему один незыблемый принцип. Когда собственных сил недостаточно, необходимо опираться на более сильных. И это стало самым важным пунктом стратегии Тимуджина на его пути к успеху. Племя Кераитов. Проклятые Меркиты. Эти дети сатаны украли мою мать, когда мне было 7 лет. Они заставили нас выращивать рис. Использовали нас в качестве рабов. Я еще не отомстил им за все эти причиненные унижения. А сейчас они напали на моего сына Тимуджина. Я рассчитаюсь с ними за старые и новые долги. Давно пришло время избавиться от этих прожорливых волков. Однако думаю, что нам нужны дополнительные силы, чтобы победить их мощное войско. Мой брат уже отправился к племени Джардаран попросить помощи своего названного брата Джамухи. Хорошо. Он может собрать по меньшей мере 10 тысяч всадников. Хасар, я обещал Тимуджину, что помогу ему собрать его рассеянный улуз. Видит Бог, настало время выполнить данное мною обещание. Жахэганбу, Шанкун, объявить от моего имени всем степнякам, которые когда-то принадлежали племени Каятов, прийти до указанного срока на гору Бурхан и присягнуть в верности Тимуджину. В противном случае мои воины уничтожат их юрты, угонят их скот, а их самих убьют. Племя Джардаран Названный брат, будь спокоен. Как говорит старая пословица, встретил на дороге несправедливость? Помоги своим мечом тому, кого обидели. Садись. К тому же ведь украли жену моего названного брата и жену его отца. Десять тысяч моих воинов в любое время готовы прийти в твое полное распоряжение. Большое спасибо тебе, Анда Джамуха. Прошу всех садиться. Брат Джамуха, позволь поблагодарить тебя от имени моей матери, которую украли меркиты. Эй, не стоит этого делать, поднимайся, давай вставай. Нам нужно обсудить план действий против меркитов. Для начала представлю вам своих людей. Это мой брат Хорчи, мозги у него работают что надо. Это мой младший брат Цзычар. Он отличается свирепым нравом и беспощаден к врагу. Садитесь. Хорчи. Скажи, что ты думаешь по этому поводу? Давай, скажи. Меркиты сейчас сильны. Они давно уже хотят править в степи. Их союзники – государство Цзинь и татары. А их враги – монголы. Они источник многих несчастья, и рано или поздно от них надо избавиться. Сейчас вождь Джамуха поможет своему Анде отомстить меркитам и начнет против них войну. Это также поможет монголам восстановить их былое величие. Однако природа меркитов имеют вместе около 10 тысяч всадников. Для того, чтобы обеспечить победу, нам нужно выдвинуть по меньшей мере 30 тысяч. Да, ты прав. Племя меркитов. Хуахи Чин. Госпожа. Сейчас какое время суток? Скоро уже полночь, госпожа. Я, кажется, немного проголодалась. Да? Пойду посмотрю вам что-нибудь. Лежите. Эй! Зайди внутрь и приляг там где-нибудь. И не тревожь госпожу. И не тревожь госпожу. И не тревожь госпожу. Развью на urban завтрак. И не тревожь госп呵у. И не даюсь. Лежим. Прид court вилóm pum. Тревожь госпожу. Разведь прича, но м θель. angerство. Полночь, Здесь корня и с postponed, Продолжение следует... 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 Поднимитесь. Неважно, как вы поступили по отношению к нам раньше. Сегодня вы вернулись, и я приветствую вас. Брат, твой младший дядя возвращается. Доритай. Где он? Они уже прошли ущелье. Быстрее, приготовь лошадей. Джолме, размести их в лагере. Да. Идите за мной. Хочар, двоюродный брат Тимуджина. Доритай, младший дядя Тимуджина. Уважаемая Айлун. Тетя. Вы вернулись. Уважаемая Айлун, у вас все хорошо? Нет. Все эти годы без поддержки родных прибавили морщин на моем лице, а в сердце заронили печаль. Вам пришлось трудно все эти годы. Это Тимуджин? Дядя, я Тимуджин. Как он похож на Исугая. Дядя, я Хасар. Я Бельгутай. Вы все стали мужчинами. Как старший брат? У них все хорошо? Брат болел более полугода. Перед тем, как он умер, он сказал мне, что ни снег, ни дождь не страшны, если в юрте нет дыр. Если бы наше племя Каятов не распалось, роду Борджигинов не пришлось так страдать. Он попросил меня привезти вам его сына, Хучара. Тетя, отец говорил, что небо призвало его к себе. Его ошибки могут быть исправлены только мной и его младшим братом. А еще он сказал, что неважно, какие испытания нас ждут впереди. Главное, чтобы наша семья более не распадалась. Никогда. Да, что бы ни было, мы не должны более расставаться.